К концу года приятно получать подарки. Ну, согласитесь, Новый год, хороший праздник. Начало декабря, концом года не назовешь. Хотя, похоже, делая активность у магнитогорцев началась именно в 2010 году, в декабре месяце. Но, так оно и случилось, что в начале декабря этот магазин, который был в свое время мебельным, потом здесь просто был, сейчас это ярмарка. В общем, Грязнова-2, пересечение улицы Грязнова и Советской. Нас больше интересует подразделение магазин антикризисный. Так вот, реинновация случилась. То есть, у антикризисного сейчас вдвое, то и втрое больше площадей. Соответственно, вдвое, то и втрое больше товара. Соответственно, перед Новым годом, где можно купить что-то полезное? Не такая вещь, ну, побрякушка, которых у нас, извините, 4 чемодана, я их вывез на дом. А вот реальная куртка, сапоги, шапочка, вот здесь, в антикризисном. Вот так, после самого громкого в городе и качественного, естественно, празднования годовщины магазина антикризисный, а горожане заметили это событие именно потому, что здесь, на пересечении Грязнова и Советской, звучала, и именно звучала, а не орала, качественная музыка с отличным видением праздника, закрывшись на месяц, открылся после ремонта и увеличения и торговых, и складских повещений в два раза, уже любимый тысячами горожан антикризисный. Ну, а где увеличение площадей, там и увеличение ассортимента, и это естественно. И если честно, то здесь терминатору при наличии нескольких тысяч рублей можно было бы приодеться, не кроша рожи. Причем как терминатору, так и терминаторше. Я настолько далек от гламура, что пальму первенства в рассказе о преимуществах антикризисного передам, естественно, покупателям, а тенденцию падения телевидения ниже принтуса и почти в трусы оставим другим, хотя в салон эротического массажа нас тоже зазывали. Перед Новым годом все поднимают цены на продукты питания, фактически на все, а здесь как? Да, здесь приемлемые цены, приемлемые по нашему кошельку пенсионеров. Постельное белье смотрим, выбираем, но плохо то, что нельзя пощупать, потрогать, а вообще, конечно, цены очень приемлемые, хорошие цены. Вы частые здесь гости? Не сказала бы, что частые, но уже которые раза три мы зашли сюда, да, я уже вот третий раз здесь. Мне понравился магазин, очень хороший. Вот, по-моему, месяц-два назад здесь как-то, ну, немножко тесновато было сейчас. Тесновато, сейчас просторнее, да, просторнее стало, было тесно. А ассортимент заметили, что увеличился? Да, увеличился ассортимент. Такой обувной отдел большой стал. Хороший магазин. Можно все примерить, и зеркала. А мужчина у вас есть в семье? Обязательно, а как же? Вы заметили, что здесь есть замечательные кальсоны? И не только кальсоны, вообще белье здесь замечательное. Подбор женских шапочек, это, по-моему, очень сложная процедура. Да я бы не сказала, я не слишком часто выбираю их, но нравится мне, хорошая шапочка. А на пенсию сколько себе шапочек можно здесь купить? На пенсию? Ну, смотря какая пенсия. Ну, пенсии бывают разные, я не скажу, что сейчас пенсии вообще как будут. Чтоб 20 можно? Чтоб 20? Да. Вот так вот, да, вот и стать красавицей просто. И стать красавицей точно. А мы и так красавицы. Вы, наверное, помните то время, когда мы все ходили в валенках. Сейчас в чем ходят бабушки? Кто в чем? Кто в чем? Ну, вот в этом магазине бабушка может себе позволить купить зимнюю обувь? Может, конечно. Почему не может? Может. Я смотрю, вы уже сделали покупку, да? Да, сделал. И вернулись все-таки? Ну, недавно хотелось приобрести такой. Вот, удобный здесь термосок можно носить. Ну, на работу. Ну, и тем более, как бы, цена сколько там? 320 рублей. И потом я знаю, что вот такие сумочки, они как бы долговечные. Быстро не выходят из строя. А здесь как появились? Живу рядом. Удобно, да? Да, просто вот зашел специально по пути домой. Но вообще хороший магазин. Мне понравился. Большой выбор. И довольно-таки недорого. Недорого это сколько сейчас? Какая сумма не должна пугать молитогорского человека? 100 рублей футболка стоит. О, 100 рублей. Всего 3 доллара, по-моему, да? Нет, недорого. Да. Совсем недорого. У вас, я так понимаю, пополнение в семействе? У меня сын. Что ищем сыну? Пижаму теплую, холодную. Вот это интересная вещь? Да. А сколько стоит? Да вот еще тренинг не нашла. Ну, а так вот вещи так качественные? Да. Я, кстати, часто здесь бываю. И, по-моему, антикризис, это не только для возрастных людей, но и для молодежи. Да, здесь много одежды для молодежи, для детей. В чем успех? В востребованности. Весь этот ассортимент есть, конечно, и на ярмарках, и на базарах. Но здесь все в одном месте. Причем по цене ярмарки. Здесь человек лишен таких прелестей, как стояние на морозе и многокилометровые пробежки от точки до точки. Все очень просто. Качественный товар, широкий ассортимент и низкие цены. Цены настолько низкие, а товар настолько качественный, чтобы за цену того же, из бутика, приобрел здесь. Того же, но только в 3-5 раз больше, или тоже, но в аналогичном количестве раз дешевле. Ну, что нам год следующий готовит? Первое, повышение акцизов на табак, алкоголь и, соответственно, повышение цен. Как правило, и эта реальность для России, цены вниз у нас не растут. В смысле, не уменьшаются, а только растут. Естественно, поднимется цена на продукты и на все остальное. Но вот руководство АТК решило, что абсолютно без разницы, повышаются ли цены. Нет, мы будем работать лучше, будем работать больше. И все будет стоить ровно столько же, сколько это стоило в тот самый замечательный и такой благополучный 2007 год. Здесь, в антикризисном, на Грязнова-2, пересечении улицы Грязнова и Советской.